5 ребят пожалуйста напишите кто есть кто задержка то большая но я говорил по поводу задержки никто не верил клавицию от компьютера зависит хотя компьютер только 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 появился в общем ребят вот он я я есть гровер джексон меня это эти наушники тоже висит гровер джексон но это не по теме вот но написал в общем что меня как попросили показать всем что я владею из старо винтажных консолей вот начнем мы потихоньку начнем мы с чего попроще что что съемок дабы растянуть и пока ну если не так было мало и оставалось под конец ну если показывать то это будет долго конечно ну в общем я не буду на их зацикливаться долго то есть покажу просто ничего себе не представлять если что то даже из ностальгии я про них расскажу вот начнем с самого знаменитого знаменитого девайса существовавшего как бы у нас только под другим названием и от другого производителя в общем не будем таить это у нас неско именно американского региона сделано оно разумеется в японии что же в ней имеется в ней имеется заржавейший рф выход что уже очень плачевно ладно и что уже говорит что консоль довольно раритетная да винтаж прямо рулит вот то есть здесь имеется до нескольких входов здесь обортовенный композит а вы выход аудио и видео и здесь здесь у нас имеется рф выход переключатель одного и там двух каналов то есть на разных частотах настраивается рф выход ну то есть бывает такое что телевизоры там разные были в Америке и такая фигня происходила то что не всегда через рф выход он настраивался четко а композит еще не на всех телевизорах в то время уже существовал вот и какая-то фигня мне написал вконтакте не важно а что белый велокульчик обозначат какой белый это и есть рф выход это и есть рф выход ага понятно то есть которая антенной вот и этот подпитание здесь имеется своя крышечка куда вставляется хорошенький картридж с лицезионной хорошенькой игрой ну или с нехорошенькой уж кому как вот что еще тут можно про нее сказать сделана она в японии год на ней нифига не указан а если быть точным наверняка если суть по номеру как вот здесь написан такой вот номер такой нехиленький поближе как нибудь то есть две первые цифры скорее всего означает год то это 88-й год скорее всего выпуска сделана она для Америки то есть НТС достаточно в хорошем состоянии у ее поменен у этой личного девайса поменен сам слот под картридж его ни хрена не видать разумеется он поставлен новый и сделана региональная разлушка то есть микросхема которая отвечает за выбор региона то есть ну не за выбор а определение региона она просто отключается а что именно в ней отключается и отключается четвертая ножка на этой микросхеме это питание то есть она просто не работает я просто перерезает и все на этом все становится хорошо ну я сейчас еще на всякий случай тоже подтяну кто у меня в сети есть давай давай Лариску Лариску не знаю если будет уже 21 1 ребята в чатик вопросики вопросики по данному девайсу не знаем там что у вас по интересу да я думаю всех и так все понятно что это за хреновина и с чем ее едят ну смотря как может быть мало там просто удавалось разглядеть поближе ну поближе это значит взять себе в руки вот конечно на ей уже присутствует желтизна это не без этого что что тут можно сказать по этому поводу специально добавляли вещество чтобы типа она не горела сама приставка но со временем это сказывало на такую пакость что она начала желтеть в принципе по этому девайсу все два слота под джойстики тут ничего удивительного так же а так же а у меня это хреновина там осталось безобразием ладно вот вопросик уже пошел потихонечку спрашивают сколько она весит да хрен заодно немного она не тяжелая ну как дэнди что ли по весу может немножко потяжелее но недостаточно тяжелая так легенькая ну может не знаю грамм 200 200 300 может и так тут какие-то коцки есть еще неадекватно бурная молодость этой приставки сказывается я думаю по этому девайсу все больше или есть еще вопросы пока я попытаюсь показать второй девайс который как раз куда тяжелее первого это если будут тогда ответишь ну да то есть вернемся к старому то есть вот второй девайс опять же из этой темы это называется твин фамикон фамикон именно черного цвета с несъем джойстиками почему-то только они перепутаны местами то есть это вот как-то вот так что в этой хреновине есть в этой хреновине есть два порта во-первых здесь порт подключающий пистолет или разветвлений тоже на 4 геймпада здесь еще какой-то порт не знаю на что этот порт отвечает сказать про него ни хрена не могу ребят мочилова будет после спрашивают где мочилова типа где драки нужны драки ну батл тоц видимо ну батл тоц я думаю уже столько степеней затащил на этом канале что он уже всем приелся но у нас разговор то не о батл тоц мне что попросили я пытаюсь в этом помочь вот потом что здесь есть слот под картридж разумеется под фомиком под дэнд не важно она кушает в принципе все у этой приставки нет региональной разлучки так как она выходила только в Японии то есть у них на это насрать пал ты запускаешь НТС им похрену эта фигня кстати очень намного что напоминает вот это те у кого была дэнди классик те знают что это такое вот потом вообще по нату это гибрид гибрид фомиком диск систем и фомиком то есть сделан в одной сделан этой компанией шапом восемьдесят пятом году вот ну что здесь очень радует лично в этой приставке в отличие от фомиком здесь есть аввыход где он тут мотива ай с камерой хренов управляет привет чувак ну вот привет вот что уже облегчает подключение этой приставки у нас здесь вот то есть у нас беда же с фомиком если большинству народу может известно то что фомиком даже у его не присутствует композита у его только присутствует рев выход и тот который на наших телевизорах хреново очень настраивается практически даже не настраивается очень поганное там изображение делается а то и вообще никак то есть в зависимости от старины телека поэтому в простой фомик при этом приходится переделывать то есть модерн или а у тебя там идут это джойстики да да вот эти два джойстика здесь свои джойстики несъемные разумеется джойстики разумеется хорошего качества до их не докопаешься здесь разумеется есть микрофон который он а ничего для чего он слушает но как вот ну типа для запуска игр где требуется именно микрофон то есть например как у нас вот был с нашей дэнди джуниор особенно с несъемными джойстиком у нас тоже отсутствовал кнопки select start и что это означало то есть играть например на двоих уже например в игре которая требует запуска именно кнопки старт уже никак ну не знаю что-то nexich пишет черная консоль стрёмная чувак по корпусу не судят на вкус и цвет красная уж извини меня мне меньше зато она кушает все подряд не кроме фамика эти консоли то есть вот именно твин фамика он есть и красного цвета она есть и красного цвета то есть на выбор пожалуйста то есть она сама вся красная а вот эта фигня черная здесь как раз красная с комментариев в локар спрашивает а этот киприт дискета читает можно подробнее как она называется то есть сами дискета то есть вставляется обыкновенная дискета ну дискета у меня нету поэтому она не совсем обыкновенная она необыкновенная дискета то есть она как идет тоже три с половиной но дюйма там она не такая да специально то есть чтобы ты не мог там просто напросто все но какая-то мелкая защита же должна быть то есть а то что совсем все халявно получается ты купил дискету и что хочешь там взял записал радуешься даже в Японии были специальные автоматы для этого дела то есть ты приносишь свою дискету простую то есть именно для Famicom Disk System и вставляешь и в этом автомате можешь записать себе любую игру ну разумеется за денежку вот что тут еще сказать у ее как работает фигня то в чем различие то есть как срабатывает вся эта парашка то есть в отличие от картриджа чтобы запустить картридж или Famicom Disk System дискету в чем фича то есть вот есть такая вот эта штучка такая вот штучка которая переключается и что же она дает то есть при таком положении нижнем корпусу то есть мы можем вставлять картридж то есть мы берем картридж а вот у тебя дискеты есть нет нет уже сказал дискеты нет пока не приобрел вот вставляем картридж и то есть и мы запускаем и у нас картридж работает все то есть тут все просто а чтобы нам переключиться именно на Famicom диск систем нам надо вот эту штучку переключить и тогда что у нас блокируются створки под картридж все то есть мы картридж без грубой силы мы не вставим и мы вставляем все дискету и также запускаем и у нас все работает дискет пока у меня нет и привет тебе Люк Лайбер привет привет чувак вот здесь все конечно по японски ни даже не по американски все по японски везде кроме названия шаппы написано twin famicom an 500b это какая-то определенная модель их было две формы вот такой формы и еще последующей формы то есть она примерно такая же была только здесь вот вовсю она уже была более квадратная и здесь вовсю было написано twin famicom а здесь просто famicom еще и запута вот так и получается она еще питается от обычного двухпинового кабеля ну да это уже апгрейд здесь у меня сделан апгрейд то есть обыкновенный там даже провод от сонки ватки подходит сюда без проблем и она работает это просто апгрейд а так она питается от своего блока питания который имеется здесь ну понятно он получается как бы встроенным но с выведенным кабелем да ну кабель ты выводишь сам отдельно ну да я так и понял ну по тому же принципу как и фат версии playstation да 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 то есть ничем не отличается так просто удобно ну тут есть индикатор еще такой лампочки который как раз ни хрена не горит но его мне не мешает наоборот будет больше глаза слепить ну по данному тоже девайсу в принципе все ну сделано тут все в японии разумеется это чисто японский агрегат тут тут еще присутствует такая вот хреновина что же это хреновина мать ее представлять которая ни хрена не снимается почему-то вот здесь есть такая фигня у меня упали джойстики что это типа специальная перемышка для запуска то есть если ее мы выдернем у нас ни хрена работать не будет фомикон диск систем и теперь я эту хрена закрыть не могу почему-то мать а в этих примечках я даже и не думал что там они имеют да я даже сам не понимаю на кой хрен эта фигня сделана и чем эта фича я до сих пор не докуриваю зачем это надо было то есть если ее вытокнешь она просто не работает зачем это делать если можно все это вскрыть в корпусе и все это будет куда лучше это единственная неадекватная вещь в этой приставке а так работает все на ней отлично по данному девайсу я думаю тоже все так теперь более-менее неадекватный девайс для некоторых покажется он вообще немножко тупым в чем что из себя представляет это представляет себя корпус дэнди классик но это не дэнди классик что же здесь сделано здесь полз переделана вся приставка здесь уже поменено в ней все пишет админ типа защита для детей ну для родителей как бы чтобы выдернуть и не могли запустить приставки а кадры что ты все равно запустишь так что тут это никак ты не поможет узнаешь просто получается какая-то неадекватная вещь ну и кнопки тоже даже эта фигня уже не работает что же не делая конечно же качество собственным тонн не то есть то есть картинка а он пишет что приставочку то что надо в общем ладно едем дальше что что из себя представляет как раз саню я сейчас потроллю о нет о да то есть почему именно с нее это ну ладно так и быть возьмем чем попроще буду жить еще да я тебе нервишка все потреплю ты не переживай вот в ней поменен свой родной слот который идет под мгновенный дэндиский картридж теперь в нее не вставляется дэндиский картридж теперь в нее вставляется несовский картридж это делается вот так а он имел ввиду по поводу твинфомикон а не именно вот этого переделки да это понятно это изврат больше всего твинфомикон это вообще козырная тема то есть вот что получается а кой хрен мне все это надо спросите вы отвечу тем что эта приставка уже не нтс региона она уже пал региона так как некоторые игры идут например на нтс 60 фпс а здесь 50 фпс то есть это регион пайл то есть она идет игра немного медленнее на пале то есть когда играешь пал регионе и играешь именно игру от пал региона а если я вот возьму игру пал региона и вставлю ее в нтс она начинает офигенно быстро работать что меня реально бесит вольт восхищен апгрейдом ну да за его пришлось выложить нехило сам то его не делал точно мне просто терпения не хватило я бы быстрее молотком бы раздолбал вот ладно то есть и теперь я могу вот на этой фигне запускать игры отпал региона спрашивают ты сам переделал нет я не сам переделал вот и как бы играть нормально уже без всякого извращения там быстро или слишком медленно она будет то есть казаться то есть все как и есть игру пал региона на паловой приставке она в принципе ничем не отличается от нэски только что она пал региона ну мне не захотелось покупать вторую нэску еще пал региона так как у меня валялся это дэнди классик которая в принципе умерла и а корпус то остался выкидывать жалко я думаю дай переделаю ну такие мастера есть если кому надо я потом напишу вот и то есть вот весь девайс здесь тоже свой внутренний блок питания также вы не только здесь здесь не получилось потому что корпус очень хреновый и быстрее она раздолбается треснет чем что-то получится гг22 рус пишет такой тип хлоу бородач админ спрашивает а где такие мастера берутся я уже ответил начат короче джетах и за лол понятно чувак да я не побоился и если честно я могу даже сказать что я еще и бухой для полного счастья ну спасибо за откровение ну да покажи ваш картриджи свой потом дойдем и до них не все сразу вот в общем вся вот эта фигня работает нормально и хорошо едем дальше теперь как с 8 биткой мы закончили мы переходим на 16 битку у меня имеется Super Nintendo второй версии или Slim версии то есть кому как удобно вот это тоже американка сделанная в Японии ну для американского региона в общем здесь выход под то есть питание и свой выход мути аут как он тут называется кнопка включалка сброс под картридж в общем отличный девайс за всю свою жизнь он сохранился просто офигенно я его конечно немножко почистил но в общем он все на пыли в общем он работает отлично хазово в общем пишет чувак я только что скинула и после нюхи пивко пьем вообще все ок все спать я смотрю стримы ваши и 6 литров пива в холодильнике вот так вот зачет чувак олдскульный стрим и хорошее кино и 6 литров в холодильнике короче все офигенно что еще для счастья надо ну вот что еще для счастья надо о тебя вот по поводу гитары видимо спрашивают на солоисте играли это не солоист немножко долгое в общем все тут понятно американка свои тут хреновины всякая хрень сиренники фигенники все такое все два порта джойстика ну я не знаю что еще про фигню сказать работает круто немножечко перебью Андрей Комаров и Александр Чепурнов если я не ошибаюсь не обижайся вот спрашивают короче Андрей где приобрести где приобрел консоли вот Александр пишет по поводу пивасика в общем респект и сколько у тебя таких консолей ну сейчас все есть что покажу на сайте тоже бухает все бухает все бухает просто все по черному бухает ладно едем дальше 30 а погоди это нормально есть небольшая как бы заноза в заднице всех моих приставок это вот новодельная вонючка называется супер драйв 3 16 бит это круто короче это новодельная вонючка сеги мега драйв в принципе сделано неплохо но воняет жутко вот пластик такой говеный что просто трындец работает нормально я с нее со вчера застримил игру так что работает хорошо джойстики кстати у ее зачетные джойстики у ее вот такие то есть обыкновенный шестикнопочник ну плюс мода перенесена на друг отсюда вот просят на джекса не сыграть но это потом все потихонечку вот и что здесь еще прикольно есть переключатель турбо режима что такого я никогда не видал очень даже удобно мне в принципе нравится хоть и новодельный кусок герману работает отлично мне вообще он приклад удобно вообще классно джойстик даже я никогда не держал оригинального сеговского но я думал ни хрена не хуже будет это все по поводу сеги теперь теперь переходим уже к этой фиговине к этой серой коробочке всем известная под названием sony playstation а джойстики действительно неплохо смотрятся даже не они вообще отлично смотрятся здесь даже ставлено моя наилюбимейшая игра только на болванке вин пишет я хотел гуджойст консоли на пк перешить так переходники продаются есть переходники можно перепаять самому но там надо диодами перепаивать насколько я знаю это на дэндийских джойстиках сеговский я не знаю как перепаивать дэндийские через порты через компорт да но это через диоды ты делаешь но компорт уже нигде не применяется его уже нет на современных пк а на USB ну я не знаю легче купить просто есть специальные такие джойстики похожие на то есть специально сделаны по форме там фомиком оскала несовского и под USB уже готовы китайские ну конечно дерьмовенькие конечно ну нормально в принципе тебе комплимент у чувака сленг прикольный коры мочит ладно это на вк комментариях а ну понял вот эта версия у нас в этой соньке 9002 две карты памяти одна оригинальная другая нихрена не оригинальная ньюгеймерская кусок дерьма в общем здесь свои порты ну я думаю это все об этом и так все знают тут ничего удивляться не надо выход еще какая-то хрень не знаю и питание вот это фатка разумеется у меня таких две именно одной и той же модели они прямо копиенные вторая досталась на халяву фатка и слинка ну и молодец вот это все что имеется у меня из древнего также у меня имеется sony playstation 2 и sony playstation 3 и обе фатки я не знаю это сильно интересно или нет единственное только чем у него различается у него нету парта которую на моей есть да то есть там объединять консоли между собой и там допустим game shark подключать и все так в общем что мы делаем дальше мы показываем как раз раз уж сонька мы показываем вот такую хреновину костревание симфонии знает угадал чувак ну задержка приходится угадывать молодец вот это японское издание даже в родном пакетике тут своя наклейка имеется ответство какая фатка японская японская фатка третьей версии даже которая как бы официально даже не было в России из всех тех присутствующих в общем что здесь толстенькая такая фиговина у меня уже пакетик весь взорвался так как я уже это не первый раз все это показываю я уже побаиваюсь за этот пакетик то есть коллекционное это состояние ухтится получается вообще даже смысл упаковок нет тут имеется свой корешок как на всех японских дисках независимо от это игра компакт мы тебя не зачитываем мы тебя зачитываем это все ксаня он виноват а он в том что ты давай сознавайся мол сколько выдал я мало выдал всего три с половиной литра я не алкоголик я только выпивающий вот корешок все на японском разумеется ни хрена не понять вот сам диск здесь тоже своя какая-то непонятная наклеечка тоже все на японском то и не на японском да нет все на японском в общем это толстая такая хреновина вот так вот она хопа открывается здесь буклетик второй буклетик даже с корочкой и два диска то есть игра с игрой черный разумеется и с музлом от всяких приставок то есть более старых версий игр самой знаменитой мелодии то есть из первой второй из третьей там супер нинтендо там и так далее то есть от всех приставок который вообще выходило это постельование вообще какая-то либо там самые знаменитые мелодии на этом диске имеются вот здесь такая фигня сзади потом еще два буклета здесь имеется ввиду какой-то гарантийный талончик жалко кстати диск сделаем не черным цветом а второй это аудио этот диск может быть какой-то гарантийный талон все на японском как всегда ни хрена не понять и так далее потом здесь какая-то рекламка имеется какой-то игры еще добавок со скриншотами и все на японском и так далее потом буклет первый ну так я их называю буклеты все для идиотов для тех кто ни хрена не понимает там как играть или чего-то то есть тут описывается просто ну все куда нажать кнопочку чтобы запустить эту хрень и чтобы ты открыл на себя планету то есть все описывается полностью что такое хп что такое там мп и так далее то есть вот эта вся хрень реально немножко раздражает ну всякие бывают люди то есть как бы не то чтобы люди а то что игроки появляются новые то есть должны быть не только старых игроков но и на новых то есть тут все все апгрейды все спецоружие вся короче хрень все имеется здесь ну разумеется все это на японском нихрена ничего нету на английском ни одного слова хотя они другие все то есть все приводится в комнату все на японском и вот как раз весь перечисленный саундтрек с каких приставок это все появлялось то есть и мелодия то есть тут Famicom MSX Famicom ну все Famicom диск систем Gameboy Famicom что ли будет получаться еще Gameboy Super Famicom Gameboy опять что-то хрен значит что Sharp x68000 PC Angel MD какой-то Super опять что-то какая-то хрень короче всякая хрень здесь вот это что имеется в этом будет все для идиотов хрень второй буклет второй буклет куда козырный но это как бы бонусный здесь имеется ввиду своя корочка добавить еще то есть обложка или корка хрень вот так все выглядит ай идиот хрень бобой то есть вот все это дело и вот что здесь вот так что здесь присутствует здесь вот такая красная параша на первой теме все в крови типа а потом тут начинается а я с этой страницы начал я с этой и здесь начинается комикс здесь еще и еще и еще потом пошли всякие скрины то есть персонажей всех присутствующих в этой игре да а вот это кастливание симфонизирует сам батька дракула телки точнее телка комикс что есть это офигенно пишется вольт ну да сам рихтер бедмоунд крутой мэн инагибатор вампиров здесь опять же он и арты потом сам рукав сынулька который решил преподать урок аж самому батьке где-то было видно бы так сейчас спрашивают о японской версии можно языки менять или только японский просто смотрю реально все супер только японский ну веришь нет они представляют коллекционную как бы сказать коллекционное значение они являются полно регионными то есть определенного тока ребенка и какая-то промокашка то есть здесь нет тут только свой японский язык и все это сейчас современных игр сейчас в современных играх уже нет региона мультиязык ну да то есть 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 на плейстэшн конечно такие игры но их не столь много их уже там практически нет там все уже сейчас даже ты скачиваешь игру и и она даже уже на русском есть хотя хоть еще в России толком ее не появилось если дать их такие даже игры вот это все что как бы единственная коллекционка и вообще даже это лицензионный диск для Sony PlayStation который у меня вообще имеется так как больше всего покупал я приставку из-за этой игры вот и все это упаковывается очень дерьмово но не упаковывается еще раз дубль два да мать твою не хочет упаковываться ребят забрать ладно положи сторону потом нет я должен закрыть я должен есть я это сделал и теперь все это обратно упаковывается состояние полностью идеальное не докопаешься хотя вот этому диску уже черт знает сколько лет скажи сколько это счастье стоит это счастье стоит скромные 2000 не считая 200 рублей доставки ну это я никогда не считаю ну это мелочь по сравнению с диском понятное дело да блин зараза сейчас ребят продолжим бедный пакетик не то не то сколько он этих вскрытий пережил за всю свою жизнь ай блять что значит качественной продукции весь взорвало вообще весь взорвало пакет в общем вот все что представьте постреливание симфону для playstation дальше просили флеш картридж показать найти бы его то есть мясовский фумикон да куда я его дел родной ты куда пропал а вон как получилось все хитро вот для фумикона у меня есть флеш картридж от хохлов что он себя представляет можно в него вставить эту карту памяти на которой залиты все ромы вставляешь приставку нажимаешь и играешь радуешься жизни здесь есть даже своя батарейка то есть может сохраняться в каких особенных играх это требуется берет он все даже кастыльванию третью берет то есть все берет ничего отлично ну да козырный кайк то есть работает без проблем мозг не пает так же чтобы для запуска на NES у меня имеется переходник то есть чем отличается картридж от Nessa и от Famicom то есть на NES присутствует картридж 72 пина то есть вот эта вся фигня плата ставит 72 дорожек а на Famicom он идет 60-пиновый то есть в этом делается переход то есть переходник вот этот ну вот так вот потом вот этот все construction в приставку и оно работает офигенно все вообще просто круто ну ленточку понятное дело чтобы вынимать да чтобы вынимать это хреновина не дешевая но работает нормально обрампленные деньги ну для начала да так как у меня не было Famicom поначалу у меня была NESCO а играть в старые картриджи хотелось то есть свои добрые дэндиски они по размеру получается даже с этим переходником чуть ли не по размеру NESCO картриджа ну почти практически да потом у меня имеется флеш картридж DESNES что в этой хреновине есть во первых он офигенно воняет такой вонючий у меня тут когда я его вскрыл у меня на квартире здесь такой духан стоял это просто сейтан вообще так чуть ли задохнулся от его воню этим гребаным мать его пластиком что имеется опять своя карточка то есть все запиливается туда в этом картридже имеется и сохранение и загрузка и даже чит коды то есть там что только нельзя наветоить и еще как действует мега кей как на sego megadrive то есть вот сюда вот в эту хрень можно ставить картридж например другого региона и через эту пакость запустить или даже что можно то есть добавить железки то есть сюда больше этих чипов чтобы это хренове наработало то есть она интегрирует еще с другими картриджами например запустить там я не знаю какую-нибудь там игру которая прям тот же doom да 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 кстати то есть вот эти фишки все добавляешь и в некоторых играх они даже помогают то есть у тебя например ставил ты картридж от дума а хочется поиграть в уфенштейн например и у тебя принципе он должен работать в принципе ну я не знаю не пробую особенность этого картриджа ядовитый вонючий просто сайтом написано здесь типа что-то зарегистрировано типа нинтендо фамилика юсб реперы 8др и так далее крышка хрень всякая тут написано в общем это фигня надо дать китайцам за их запах да это точнее качество пластмасса а у их и все воняет так так же даже сега вот это хреновая сега воняет примерно так же как это параша александр пишет отличный девайс отличный девайс и стоит этот отличный девайс недешево по сравнению тут сари короче прикол пошел это же твич как ровер не матерится а что вы хотите чтобы я матерился нет но это хзл это просто шутка шутник однако в общем это хреновина работает ну не все на и работает но работает украинский будет стоит я не знаю вот это я купил за 3 а украинский стоит там пиздец почти 6 то есть чуть ли не в 2 раза дороже поэтому меня жаба задушил покупать украинские поэтому купил я китайский привет зверенок пишет моя китайская себе не воняет ну поздравляете чувак а моя китайская сега воняет а может я просто взяли и заранее продули так нет и семейства старая сега она еще не так вонючая у меня есть и старая сега даже на ней написано модель япон только на так глубоко зарыта что я ее доставать не хочу сега мы видим такие слова пишет в целом необык в личку ну я просто не хочу сочетать и начитать вот в общем что еще теперь картриджи 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 у меня аж целый мать его ящик это только по дэнди начнем с лицензионной продукции нет лицензионную мы напоследок там есть чем потроллить кого-то злотей вот у меня имеется несколько тв геймок точнее вот сколько у меня имеется тв геймок это все что я чем богат в этих планах здесь имеется четырех игровка тут у нас черный прыщ кот феликс два барандука из части второй и пас киевского периода вот это достаточно катарш распространенный лично у нас здесь был я его уже наблюдая не первый такой а черненькие картриджи покажи там чё обычно черные катарлижи пластмассы какую то ценность представляли это потом дойдем все дойдем потом у меня имеется несколько одна игрок имеется у меня кикмастер хакнутый старт верт восстанавливает жизни первого левела даже со своей вонючей заглушкой только неродной потом и тут баламо скотт феликс круто да я его до сих пор так не могу повторить свой рекорд пройти ни разу не получив даже дамаг а уж начнет сдохнуть это вообще не пропуск то есть дабл драгон второй японский вроде не хакнутый насколько мне известно работает нормально древний древний картридж тут своя наклейка уже побитая жизнью даже отклеивается почему они все блестящие спросите вы меня так как эти картриджи их наклейки уже настолько древние что я их в свое время уже лет так 10 назад наверное обклеил скотчем то есть я взял их обклеил скотчем чтобы они не портились то есть сохраняли свой первозданный вид или на тот вид который они остались вот и в принципе это помогает вот например вот здесь на черном прыще на игровке здесь уже вот такая фигня то есть уже тут все отклеивалось в общем как бы и пришлось это все равно заклеивать и так как я все это заклеил и она стала вообще просто отлично это ты меня спрашиваешь бухал я в то время не не это зло вот это черный прыщ америк красавский он его тоже черным прыщом называл пишет в комментариях пока Александр ладно это есть хорошо это мой первый картридж купленный не с приставкой а вообще купленный первый мой картридж здесь имеется у нас черепульки третьи непроходимые потом робокоп третий и чпдл первый это мой самый первый картридж бывает даже глючит он но работает тоже так же все обклеено то есть уже это не первая картридж которую я так вот обклеиваю вот имеется у меня вот такая игра только я ни хрена не знаю как она называться только какая-то легенда в общем вот этот картридж считается в какой-то мере даже коллекционным вроде насколько мне известно потому что эта игра больше всего выходила на японском у нас языке а на американке она то есть американка она встречалась очень редко даже очень редко и это и есть американка вот да у меня тоже есть проходимые черепахи да и хотя тоже дойду вот то есть вот это я не знаю еще и плюс это тв-геймка то есть она должна стоить ну как на молотке там бешеных денег там за такие водит косарь что ли даже просель как-то я помню зверенок пишет ну мне с черепахами повезло тогда проходимые оказались а я тебе еще расскажу потом эту историю с черепах когда дойду до проходимых черепах и Александр тоже сверху в комментариях ВК пишет что очень проходимые даже вот да Вольт правильно пишет название игрок вот потом мне имеется такая четырех игровка это досталось мне от друга и этим же картриджем я даже запорол эту приставку а почему а все потому потому что этот картридж давно был не вставлялся в свое время и у его все контакты аж заплесель там такие грибы там все вообще такие бугры были и короче я это не заметил ставил в приставку поиграл а потом когда высунул я все контакты в слоте просто выдрал в хлам они все сломались разумеется сейчас он работает я его почистил все зачистил и он работает без проблем даже вроде я с него как-то 11 стрим и почему-то я неправильно ставил заглушку вот тут черепахи первые два чипа дейла и робокоп третий вот а это мое творческое творение называется короче тут была 999 там в одном и он короче был запором то есть его сломали картридж сам 999 а коробка от него осталась в общем и что же я сделал в него я вставил картридж от 8 игровки которые присутствуют Contra Side Pocket Russellmania какие-то гонки на мотоциклах Джакал Green Dead баскетбол каноневский и самая уважаемая всеми игра называется она Макаймура можно сказать а тут Господь Ха-ха-ха вот такая зажажащая игруха вот это все что из ТВ-геймки у меня имеется едем дальше а уважаете Макаймуру вот а теперь по поводу черепах это вот один из моих самых наилюбимейших картриджей это трехигровка тут Contra Force или Super Contra 6 тут скорее потом Черепахи третьи и Бэтмен первый что же здесь такого почему такая фича то есть он тоже обклеенный и он я его как-то один раз отдал и я думал я уже с ним распрощался навсегда но каким-то не засломал чудом я его смог надыбать то есть вернуть к себе на родину и вот он до сих пор у меня что здесь с этими черепахами эти черепахи здесь хакнуты во первых здесь у них там 30 жизней и они проходимы но как получилось когда я вот играл когда я играл как раз дрочил вот эти черепахи на этом картридже я на тот момент дошел до технодрома и запиздил этого рейзера вот а до шредера толку у нас просто вообще не хватило у нас вообще махом хп у нас там осталось по нулевке мы играли вдвоем осталось по нулевке мы вообще махом слили последний конт и мы на тот момент бросили больше играть то есть мы просто все ну что у нас конты слились все до свидания вот ближайшие дни то есть я больше потом не брался потом еще как-то уже там прошло время мы больше пока не играли в черепахи не брали заново за них и через некоторое время в субботу мы пошли на базар так как я живу в маленьком скромном городке у нас все кадры продавались на базаре вот и купил вот этот картридж так как тут а тут хрен знает что написано короче тут супер контр и черепахи 3 брал брал конечно я больше всего из-за контр а бэтмен было написано 2 так как я очень хотел в свое время еще поиграть к батмен ретрамсу так как я уже играл и картридж на тот момент меня забрали и он был стеблерский при этом вот и хотелось поиграть а больше ни у кого не было в общем то есть он был даже не хакнут не бэтмен а именно батмен ретрамс был тогда он был проходим и все отлично даже с кодом бессмертия все проходилось отлично в общем я рассчитывал на эти две игрухи ну как всегда оказался через задницу вот а третьи чайпахи здесь оказались хакнутые то есть 30 своими жизнями и она проходимая то есть что получилось то мне не хватило может еще раз два пройти игру чтобы узнать горькую правду про этого неубиваемого шредера где была хакнутая версия и разумеется я ее прошел без всяких проблем и об этом моменте то что был неубиваемый шедер я только узнал вот когда посмотрел проклятие серого слоненка нечто я об этом не знал то есть боги меня хранили в этом плане я не испытал все поражения там всю там эту фигню от долбанных пиратов в общем мне повезло александр комментарии вк пишет шредера рафаэль скин сверлом можно загасить с одного хп но это понятно уже многие насмотрелись как это творил киноман да это может и можно не знаю в общем ладно что имеется тут у меня имеется в счет тинетун 3 ну это крэзи кастл то есть бакс бани крэзи кастл первая часть а называется тинетун 3 ну это уже более современные все картриджи ну хрень такая полная вообще дерьмовая игра кстати я ее прошел и у меня где-то не здесь есть бумажка где-то у меня валяется совсем и до сих пор не застрелил а ты знаешь сколько там уровней там 60 там 60 уровней да и ты пристегни застримить ты что обалдел что ну ты же играл в этот как его это было очень давно ладно погоди до этого дойдем вот в чем фич то есть у меня есть бумажка даже оформленная написано там тинетун 3 и все 60 кодов ну или 59 получается то есть все коды для этой игры на каждый уровень имеется у меня бумажка составленная полностью мною ну еще плюс моей сестру она понимала малую часть а больше по оформлению этой бумажки эта бумажка у меня была сделана еще в 90 и она до сих пор у меня живая только желтая вся при желтой ее надо под стекло в общем сувать за все мои труды ламинировать ну в общем да что здесь еще имеется у меня есть джурасик парк еще один ну рабочий но это понятно короче хрень работает и ладно а то может уже и не работает не знаю новодельное дерьмо дабл драгон 3 чпдл дэд фокс и кроссфайр ну тут точнее это пов называется чем кроссфайр короче хрень манючая вот дрянь такая она на новодельных то есть вот на фомикомах и всех нескольких она вообще не работает то есть параши полнейшая вот есть картридж еще от ньюгейма но это еще более ранний ньюгейм то есть тут даже и сайт это но это где-то начало 2000 кстати сделано достаточно добротно картридж в принципе не ломается так скажем здесь много игровка всяких куча всяких игр самых простейших то есть более-менее хорошие картриджи были те на которых были эмблемы ну да и есть эмблемы ньюгейма пожалуйста александр комментариев лука пишет мне не смотрел сам 15 лет назад проходил причем только рафаэлем получал трогасить я проходил и не только рафаэлем я играю больше только леонардо и рафаэлем больше никем играю еще один такой же ньюгеймовский картридж здесь у меня имеется стритфайтер что-то 20п написано ну понятно что это дерьмо мать и финал файт это круто потом как она называется дурамон это про этого японского кота такая типа квестовая игра я зачитываю ну ладно тут я может пропустила одно предложение вольта а потом потерялся этот картридж трех игров потом тут типа и какой-то кормов короче там даже не знаю какого-то алкаша больше напоминает когда играешь он ходит как алкаш играешь мудак я как-то ее даже играл проходил что-то там докуда ну в общем плюнул дерьмо вот есть еще такой картридж даже так скажем тайваньского происхождения как на ней написано сзади мады тайвань смысле зверек белый экран у нас нормально все я даже сам гляжу все отлично что на этой хренов не имеется здесь имеется этот микки маус adventure простятская игрушка ее даже я не знаю даже самый нуб пройдет закрытыми глазами она просто нудная и тупая там даже если играть на нормаль там даже хп-шек нету то есть ты хоть сколько получай дамаг если она не сдох дрем мастер но всем понятно little name the dream master опять batman и чужие 3 вот что здесь еще имеется так едем дальше вот это 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 саня любит это саня любит что это за игрунки наблюдаем я пока этого не вижу и я промолчу до этого момента короче этот катер что же конца девяностых тоже обклеено разумеется сохранился очень даже хорошо даже вся его на блестящей фиговиной то сохранилось вот пишет значит мне повезло что я не прошел ты видел что я показал там где черепахи с невдеваемым шредером меня не давал пройти мне не давал пройти крокодил значит похоже на лоб да он тоже троллевский ну ты видал что я показал да а зверенок пишет я имею две рабочие консоли консоль джойстик который картридж вставляется и клон фомикона черная с не соединяем джойстиком суба она называется суба вот есть вот такую не знаю сине-зеленого или какого он цвета этот картридж тоже достаточно интересен это аж 11 игровка здесь имеется контра какая-то еще хрень принц персия джойстик 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 и джойстик у него было чего было лифа а лифа да вообще-то он должен быть выдастся насколько может быть лифа вот а по поводу белого экрана это по поводу своей портативки вот это и говорил вот есть вот такой вот картридж достаточно сколько мне известно то есть редкий очень это гремлины 2 ну что он там у меня зато встроенный ну был понятный дел как сказано и ладно ладно убедили насчет как чего позорный карточ что у тебя на отдельном цене тонко это гремлины вторые не знаю будет редкий насколько мне известно этот карточ редкий редкий вот типа the the lord of king это даже официально японское название этой долбаной игры которая забыл как она называется как всегда еще она была на сха golden axe 4 это мастер макс что ли как там так назывался очень да 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 вот и кстати на древних приставках вот у меня была у кое-что юфу и она вот этот картош там ни хрена не работал вот а вот на симбасе уже работал на фами комах я чё-то его не пробовал рука не дошла потом меня имеется индиана джонс этот юный индиана джонс хрониклс да я прикалываюсь понятное дело что это не труп а тебе а респект я же показал то что новодельное дерьмо разумеется который даже в туалет не жалко спустить вот я ее кстати этом картридже проходил но в топку его так не знает показывал или нет здесь имеется аж два покемона покемона и еще типа как его один дома 2 и контр супер си аж 24 версии ух нифига как у меня вот что если описать здесь покемоны покемона один здесь как раз тинетун хак на тинетон это и по покемон ел а покемон блю я забыл как эта фигня читается даже как это я очень легкая игрушка забыл как она называется отлично ему на грим еще окна лягушонка о вот это прикольная обложка но и на с этим названием просто не вяжется называется это power blade 2 ложку то сейчас увидишь тоже новодельная говнятина даже вроде рабочая дальше а здесь вообще ни хрена нету пустая коробка я даже до сих пор не придумал чего эту фигню запердолить есть какая-то неадекватная многоигровка была и хочет дрянь я больше 100 дряни больше чем нормальных и а вот это зачетно это супер флинтстоун 2 это хак по натуре здесь сделан хакнутая она то есть в чем хак вся большую марио нет это с башкой мая в первой части это вторая часть то есть здесь можно себе то есть жизнь восстанавливать старт вверх знаменитая комбинация у китайцев и то даже это не сильно помогало пройти ее в свое время да мы поняли что на плашках рейнджеры вот имеется даже такая киноман даже ее показывал в тех кто все смотрели его джампинг и описание у его лучше чем я сделаю поэтому я описывать даже его не буду игрух всем понятно о чем было о это зачетно и здесь эта игруха называется терминейтер тю вот все зашибись обложка нормальная т2 но какого хрена надо было слово терминатор сделать ошибку вот ну что за мудозвоны ну зачем вот так блять я не знаю у меня зло снега не хватает и сейчас эта коробка уже перепаяна 150 раз и до сих пор я ездил нормально не могу чтоб она нормально держал картридж все равно проваливается так на стол были все показывают такие козырненькие самыми пробу типа думаешь затянется ну тогда будем показывать козырненьких о есть рыбакоп 1 хрень ну ну нормально для первой части это нормально ну после того как вы выпустили первую часть была вторая часть чуваки это же батл тоц такая галючина не работает даже на старт фумиконах фумиклонах что же еще здесь у меня имеется сделанная мною обложка ну сделана очень коробная обложка турнамент fighters так как здесь коробка не родная а картридж там ну то есть плата тоже не своя в общем то есть я совершил собрать и сделать свою обложку получилось говену через картридж у нас батл тоц то случилось а я не знаю нам отдельный дерьмо работающим админ кстати пишет почти непроходимые батл тоц то ты имеешь ввиду на 1 на 1 то она проходимая ты имеешь что то что не галюкс клингенвинингером так это всем известна 16 игровка здесь турнамент fighters каждую книгу тебе да это да там очень все хреново это я сам делал то обложку вот 8 на 16 игровки что у нас имеется пиратский король лев power ranger старые какой-то футбол donkey kong street fighter mortal kombat и что здесь самое можно сказать ценно на этом картридже это джеймс бонд юности которые имеется это все что имеется самое ценное на этом дерьме там еще всякие танчики кунг-фушки стрелялки и пердялки и все таком он говорит на двоих них проходили чпдл 2 но это все понятно обложка тоже неадекватная эта фигня это тоже и еще батл тоц только тоже батл тоц и дабл драгон я не помню какой из них какой ну это скорее всего который ты сейчас показывал нет другой линии французский сокер 98 черепульки в комментариях контакте пишет джеймс бонд охрененные залипал еще не геймовский картридж здесь 1 лет fighters снова брос ниндзя кэт чпдл 2 и собственная игруха про покемонов то есть стал собственно китайской то есть пиратская игра по покемонов корявая жуть для нее шучу страна даже проходима потому что на первом катере же написано макал под 3 ничего странного там а вот а вот это как бы тоже достаточно редкий картридж что ли это к 30 степля чепахи вторые хакнутые на 9 жизни и я с него стримил это затащил еле-еле так как во вторых черепахи игра криво вот обложка здесь вот такая еще разок наклейки со слоном сзади нету я ее отобрал свое время по какой-то хрен читаю админ пишет там застать или кто и он против чё-чё-чё-чё старт селик старт старт селик ну прикольно я об этом не знал вот дабл драгон 3 только здесь почему-то на миссию на черепахах причем обложка такая как вот на неадекватном слоняскому картриджа да 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 такая была мы шел импособл я ничего не против не буду потому что на дерьмо воде а мануала сколько мне написано с гайдами о есть покемоны в ряд у вас даже еще наклейка когда покупали на база и осталось только ни хрена там не понять что там написано фокусирую чувак ни хрена не фокусирует покемон чермандер написан очередной бред зверек пишет если говорить о потом то у меня есть двух игровых клубов по цену попутал драгон переключается через сервисе а у меня кстати тоже так как а то есть было но сижу напомнил с а вот пишет селик нажимаешь для выбора уровня и в первых черепахах это понятно ну вот сейчас как раз когда и по первой черепахе сейчас я мне тоже нет 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 еще погоди еще до твоей доживем вот имеется у меня супер хик четыре в одном здесь чипы dl2 черепахи типа хак на тлспи написано пэт бик какой-то и этот был дуэль то есть но лодочки всем известны ложки и что же в нем особенного вы скажете в этом картридж а что да в том что здесь именно запилены первые черепахи именно со всеми копирайтами без всякого переключения селик то есть все копирайты к нами ты при все присутствует здесь полностью лицу лицушный ром залит вот на этот картридж александр волокославский в комментариях лка написал большой комментарий самый жестким приколом было отсутствие на некоторых приставках кнопок старта селик на втором геймпаде меня принесла они были не отсоединяем некоторые игрухи требовали нажатия втором геймпаде к на примеру бабу нет своего игрока на самой плате геймпада контакты под кнопкой были бы хотелось сделать им пластическую операцию по внедрению кнопок хорошо для этого нашлись геймпада старых убитых приставок но по сути дела если нашел верхнюю часть можно достаточно был бы ее заменить и все если конечно там еще по креплением проходила по поводу ну к старой ты селик ты это уже все знают об этом все ты все я помогу продолжать и сарков ну я уже продолжаю еще один синий картридж которым наклейку уже свое отжила на нихрена ничего не осталось здесь присутствует контра дактейлс 2 топ ган 3 и принц перси и и на этом картридже есть своя фича дактейлс 2 здесь тоже полностью со всеми копирайтами со всеми там все полностью то есть полностью лицушный ром как присутствует на на японском картридже от фамикома то есть полностью лицушный ром присутствует на этом вот картридже но он убитый в хлам это не мой это моего друга а а вот это супер вещь которые даже молотком не жалко раздолбать это эти кино суперская вещь это москал кубок да и нам потребностно она у тебя же было на показал тут на многоигровок а тут на одной игровке сейчас все увидишь потом дальше что имеем мы кик мастер еще один тут такая обложка стрёмная вообще на мотлоком вот галифа ну вот как бы вот так вот дает кик мастер работающий тот же хахнутый то есть все то же самое что на твой геймке о а вот это вообще мега адекватная тема туда же ценник остался это контра 3 или контра форс но обложка просто козырная и даже ценник тоже козырный со своей обложка просто стоит офиген а вот те кто смотрел киноманию знает что то это за фигня это четырехигровка день запилен истеки марио там 10 16 а 10 11 14 александр с марио гейминг на рефлока тоже согласен самым по поводу галимой обложке допустим и самой игры на яска и все тоже конечно в общем здесь присутствуют свои хаки там адвенчо айлды да есть типа этот как я вот вводим марио стая машина сколько мне известно и что-то еще какие-то две не помню в общем я эту хрень просто не запускаю и даже видеть не хочу глаза еще х как как покемон блю то есть тут еще какой-то типа чикдок что-то написано не знаю работа через жоповщий картридж очень глюченный убитый в хлам у хозяин был такой дерьмовый так скажем бывший но работает это тоже хак ну принципе ничем кроме спрайта там ничем не отличается вот и еще отдельно код феликс имеется с официальной принципе своей обложкой сделано достаточно доброкачественно вот это все что было у нас по пиратской продукции а теперь приходит самому интересному ах да еще осталась вот такая хрень у нас картриджи тоже не забудь разумеется еще осталось у него такая хрень чтобы собрать эту хрень код феликс и есть типа хатриджи типов по форме обучающим и опять здесь моя творческая натура появилась и здесь короче присутствует типа какая-то игра про типа красный октябрь или погоня за красным октябрем там что-то на подводной лодке кучу дрянь какая-то страшно вообще и не понравилось ни хрена потом здесь есть капитан америка потом макс варьер и есть винт project doom только японской версии вот и этот картридж кстати ни хрена не работает на фами комах вообще никак он работает только почему-то на паловых приставках так как там менюшка просто угарная такая стремная в общем там все стремно удивление сейчас новодел пал делает ну тут не так скажу что-то уж мега новодел вот это все что имеется у нас по нелицензионной продукции переходим к лицензионной продукции опять же восьми битки у меня имеется в наличии вот такая вот хрень трех игровочка супермарет данк ханта винс класс трек мид то есть спортивная фигня я ведь никогда не играл потом месяц у меня джакал ну так как у меня больше кроме тут по ним нечего больше сказать игр то всем принципе это известно этому убираем это мы на потом потом у меня имеется вот такая какая-то вот игра от знаменитой компания лгн такая дрянь не знаю играть не буду точно как бы просто досталась на халяву такая фигня имеется вот и имеется еще double dragon первый тоже чисто картридж ничего больше с ним нету у меня вот вот потом переходим к полнокомплектным картриджем саня уже должен на говно исходить начнем самое козырное то что у меня есть из полнокомплектного что я офигенно а так вон чем фишка то насчет чего по поводу double dragon и battle тосты и их же разрабатывала одна же студия ты только об этом узнал прикинь до меня только доперла на фига себе ладно доперла у меня имеется полнокомплектные вот такая вот фигня всем очень известная игра я просто тащусь от этой коробочки которая еще пришлось подрихтовать со временем там была куча разных наклеек их пришлось все содрать и они созданы просто и докопаешься что тут имеется имеется разумеется сам картридж это немецкое здание разумеется пал региона европейский все на немецком кстати фашистский короче это черный плащ этом you don you don нам и так далее своя коробочка риктор плащ гитлер плащу чтобы ну вот вся коробочка nintendo nintendo это все вот так хоп после показа коллекция картриджей может застримить этого немецкого черного плаща и и на топов ну батл тосты только японский пройду ну японский имеется ввиду какой-то гарантийный талон ах прыщ ну извините поправили меня здесь вот такая хрень гарантийный талон потом здесь имеется ввиду еще какая-то фигня не знаю типа это игра не позволяется играть малолеткам или еще кому-то или наоборот старым дядям мануал разумеется все для дебилов ничего удивительного все power up у даже содержание c чё куда нажимать что чтобы ты был счастлив александр волокославский пишет комментарии вк что дорого да них она на недорого тут еще какая-то хрень и такая все в капкоме в общем везде капком вот это та же ну просто ребят меня не доходило я не видел копирайтов просто надо был драком и не интересовался как пара фу лол за банки выбор модератор забанил мы в сфу как такое не знаю да да ладно угораю в учебном нужно как это и разбавить тоже от меня ты еще и угорать умеешь да ладно а это думал чё а он тебя спрашивал как называется компания разрабатывал дабл драгон и батл тос компания называется трейдвайст в общем это черный прыщик да ты мне запечатываешься равно поиграть ну ладно уже поздно едем дальше полнокомплектная адвенчо баю били жёсткая игруха очень сложная я ее кстати на этом картридже ни хрена не проходил потому что она жопная это американское издание сам картридж карабулька только без надписи nintendo ха 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 мануальчик все черный белый почему то вся хрень кто плохой кто хороший там кого бить кого пощадить всякие поворабчики пушки скрины где чё какие уровни и так далее как все это работает и кто тут агибатор оу тут даже есть баба с большими сиськами и все все что тут имеется вот это адвенчо баю били и так же у меня имеется полнокомплектный джеймс бонд только разумеется павловского региона из чего и началось сделать монстр дэнди как я ее еще называю картридж коробочка под картридж и мануальчик опять же все для дебилов здесь все то же самое как управлять какие тут чего скрины что тут делать кто тут плохой кто тут хороший вот и так далее в общем какие бывают оружие как чего все это выполняется вот в общем вся вот эта хрень а че я бедный почему я бедный он сейчас станет бедным вот прямо вот сейчас вот он станет бедным и вы все поймете почему а теперь специально для а еще не специально мы еще пока подождем еще у меня есть теперь из фомиконовской радости имеется полнокомплект Костыльвании 3 что там имеется тут имеется мануал толстенный просто пиздец как картридж в идеальном состоянии даже как будто только с магазина никаких царапков как будто он никогда не включался не знаю где повезло мне в общем всякая хрень как включать приставку и тут даже написано Konami вот мануал офигенно толстый очень толстый и все главное здесь на цветном уже тут с этим зачет но не зачет то что все на японском сам тревор сифа грант и что он умеет там ну разумеется на описании и сынулька аукарт потом что что можно взять что нельзя взять что можно иметь и что нельзя иметь и еще довесок как управлять если не умеешь играть система паролей описывается обложка и еще всякое описание все на японском все равно ни хрена не понимаю еще почему-то один раз не знаю как типа там соглашаться с чувачками которые тебе берется те кто знает и играл в эту игру еще при game over как типа писать кады ёб твоё вот карта кастреваний и на этом все а сейчас знаете ты того чего так долго ждал вроде еще не совсем нет еще нет пока также у меня имеется два фомикомовские кадра жертв черепах вторых и третьих или первых вторых по понятию японских вот они такого нормальном состоянии достались мне на халяву практически ну так за нормальную цену умеренную по сравнению с тем что выставлены на молотке это да очень халявная цена а теперь наступает момент о да в котором я просто сейчас буду тащиться это первые черепахи на на Нессо специально оставлены под самый конец о да я не слышу стонов криков я больше не вижу блять ненавижу твич вот в общем вот он сам родной первые черепахи самые первые черепахи и он зажал мне этот картридж даже для того что я приобрел себе Несо ради одного единственного ката да ты все равно не приобретешь нет когда на работу пошел бы я бы приобрел ну на работу ты пойдешь мне кажется еще не скоро по сути дела должен в понедельник выйти ну по сути дела у тебя каждый раз по сути дела СНЕС игры Dragon Slayer дерьмо редко СНЕ досталось на халяву Mario L Stars все все игры которые уходили на 8 битки перезаданы по 16 битную графику очень достойно перезадание старых Mario очень достойно и Super Mario World который ну хорошая игра но я не люблю вообще по большому счету Mario но я бывать не уиграю очень редко вот это все что у меня было есть из для 8 битки ой это долой и переходим дальше опа второй ящик второго ящика второго ящика второго ящика а может не надо второго ящика так скажешь все тонн таковы все цели смотри надо зерна как жену так просто в космосе покажение я уговорить рассказывать да конечно москвы заново новодельных вступающего выучить японский язык это к тебе мне не надо ничего учить комикс зон x-мен 2 новодельное дерьмо с офиг да блять офигенная обложка golden axe 3 взяты с современного golden axe тинетун тинетун я только покажу что самое более-менее нормальное дональд дак ну вот все пиратское конечно продакшнс флинтстоуны которые я на днях затащил с с лотер хаус 2 это у нас к данному каналу относится это это попуток тазмания или таз ну короче на марсе короче не умеет читать японский рыбаков третий дерьмо редкостно александр волкославский пишет что-то давай и артём морозов давай а чего чего давать японский стрессов рейдж третий японский те кто знает пойму в чём различия червяк джин второй еще раз кинет ум вот толпушка кстати третьего рыбакопа намного лучше чем содержимое его понятное дело потом джонни алл хаус рыбакоп против терминатора стрит рейсер опять же кстати у меня такой же был с червяком жил не было да он все даже думал как то что это оригинал джон 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 буквы плакать то я могу за стоя в том не знаю пока с границей 2 к 3 за рейсом у меня он бывает для себя джинси с тренемплей и скол какой то вот этот аренд литрами шуб ну все как сейчас сейчас я постоянно вот также имеется на платах ultimate mortal kombat mortal kombat а нет его mortal kombat какие достойные файтинги есть на 16 битках кроме мк и street fighter ничего в основном все идет с битым апом в общем все тут вот так вот ребятки это все что я имею на данную секунду теперь баттон пути батл тос джон очень тесно бы смыть батл тос который уже на этом канале бы за каждую минул админ хочет игр так бешеват он по сути черного плащания ну ты видал как еще на плач у меня выглядел но я да да другие нет то есть можешь предупреждать сразу будет выглядеть немножко хреново ну картинка будет да немножко тусковатой но я думаю это не скажется на геймплее ну я думаю да сейчас тогда отключусь и продолжим только все это приберу еще на место то есть через минута пять может что-то будет не расходимся и прощаемся и прощаемся